Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала! Мы продолжаем проходить игрушечку постмортом, после смерти. Меня по-прежнему не пускают в братство, но у нас делается вторая пачка фальшивых документов и надеюсь, что это все-таки проходят. Хотя этот товарищ третье лицо в братстве и он навряд ли нас пропустит. В связи с тем, что у нас вся вот эта культная чушь пошла в плане переселения душ и так далее, я склонен попробовать сходить в отель Орфея пообщаться с нашей ведуней. Может быть, она как-то ненароком нам что-то расскажет. Я не хочу идти в комиссариат, сугубо потому, что к этому дурачку-детективу стоит идти с полным пакетом улик и доказательств, поэтому сейчас в этом нет никакого смысла. В кабинете Франка Каухмана мы вряд ли что-то полезное найдем. Особняк содержит книгу, которую надо еще разгадать. Я склонен считать, что разгадка где-то в здании братства, но так это или нет, неизвестно. Студия и кабинет Джака нам нафиг не нужны, а в бестро пока готовятся наши документы. Квартира Итанов тоже не нужна. Вызывать Софию, мне кажется, бредовая идея, поэтому пока сходим, попробуем к нашей предсказательнице. Еще я бы попробовал поговорить со всеми, кто здесь есть в отеле. Ну так, на всякий случай. Добрый вечер, Мсия. Добро пожаловать в отель Орфей. Меня зовут Изидор Пяти. Чем могу быть полезен? Меня уже забыл? Вы не заметили, когда Уайты вернулись в отель в тот роковой вечер? Они были на машине? Шикарное авто. Не помню точно модель. Кто знает, я был за стойкой. Мале стоял у дверей, он вообще отвечал за все двери, он ведь был портье. Только одно это достаточная причина, чтобы поменять замки во всем отеле. Мале здесь больше не работает. И одному Богу известно, где теперь его мастер-ключ. Хорошо. Итак, если у вас все в порядке, то позвольте мне вернуться к своим делам. Всего наилучшего, Мсье. Мале, да. Мале тот еще про Ныра. Он нам, в общем-то, не нужен, но нам никак не помогает. Мсье? Человека, которого вы опознали, зовут Элуэн. Жак Элуэн. Вы можете подтвердить свои показания? Элуэн? Забавное имя. Да еще и частный сыщик. Ну, ничего себе, а? Да, в тот вечер приходил именно он. Но что с ним было после, я понятия не имел. Вы видели, как он звонил по телефону? С кем он разговаривал? Да, он действительно кому-то звонил. Но у меня нет ни малейшей догадки, кто это мог быть. Он ведь так и не дозвонился. В какой момент Элуэн позвонил по телефону? О, это точно было после ухода Мале. И потом этот человек сразу ушел. Понимаете, он набрал номер, не дозвонился и сразу же ушел. Даже спасибо не сказал. Спасибо. Не стоит благодарности. Ну, они, по сути, просто подтверждают то, что нам рассказывал Элуэн, что в очередной раз говорит о том, что это, скорее всего, чистая правда. Ладно. Мадам, как я по вам скучал, а? Расскажите мне что-нибудь. Ну, пожалуйста. Вы детектив, не так ли? Так. Среди всех странных вещей, которым Кишидо делал мадам Лазот, а если всего, этот пример, который называется Клава Бафомета. Что это за история с топлеерами? Можете ли мне сказать, со всей вашей безграничной мудростью, что есть алхимия? Алхимия – это магия символов. Ничто не возникает из ниоткуда и не исчезает бесследно. Трансмутация металлов. Великое делание. Порядок в хаосе. Существуют ли сегодня люди, которые верят в алхимию? Алхимики, вероятно. Да, они действительно существуют, но скрываются в тени. Это искусство, месье Макферсон. Представляет собой систему символов, тайнопись природы, скрытую под вуалью лжи. После всего, что я увидел за последние дни, я смогу разгадать любую тайну. Чтобы постигнуть тайны алхимии, нужно принять ее философию. А это значит жить в призрачном мире символов, где за каждым образом скрываются мириады толкований. Это единственная возможность отделить зерна от плевел. Значит, алхимия – это своего рода философия. Отсюда философский камень. Я правильно понял? Философский камень. Вот основа основ. Краеугольный камень. Вы действительно в это верите? Лишь мудрец может сказать, где истина, где ложь. А остальные – на этом пути их ждет гибель. Ну да, как-то последний вопрос был глупый, потому что она явно в это верит. Вы детектив, не так ли? Но тем не менее, она продолжает со мной общаться. Это хорошо. Что это за история с тамплиерами, мадамоза? Захватывающе, не правда ли? Так просто было бы винить во всем тамплиеров. Тамплиеров. Забудьте об этом. Они сгинули семь веков назад. Может быть, и сейчас существуют тамплиеры, о которых вы не знаете, мадамоза? В течение столетий многие провозглашали себя преемниками тамплиеров. Как вы можете быть уверены, что орден тамплиеров не продолжает существовать тайно? Досужие вымыслы. Тамплиеры были воинами Господа, а не оккультистами и колдунами. О, собака, ой. Ничего себе. Я думал, она у нее все-таки как набитая чучела на руках. Однако братья Великого Ордена Розы и Креста считают себя наследниками тамплиеров. Вы полагаете, что это не так? Братство лишь подражает тамплиерам, копируя их ритуалы. И ничего более, месье Макферсон. То, что вы говорите о членах братства, мадам Луазо, то же самое вы думаете о Дальпене? Грегуар Дальпен очень опасен. Он пытается пробудить силы, которых не понимает. Это может нарушить равновесие стихий. Знаете, для слегка сумасшедшей соседки, по номеру, в котором произошло убийство, эта женщина слишком много знает. Хотя она, конечно, да, странноватая. Вы говорите о некой силе. Это сила осязаема? Или это очередная эзотерическая чушь? Алхимия, магия, тайные знания. Держитесь от всего этого подальше, месье Макферсон. Это расследование вышло из-под моего контроля, мадам Луазо. Теперь для меня это не вопрос денег, а вопрос чести. Я вижу, приключения вас не страшат. Американец в Париже. Удачи вам, месье Макферсон. Так, а ты мне это... Женщина, что с вами? Вы детектив, не так ли? Да, она мне и про это тоже расскажет. Отлично, шикарно. А то обычно с нее слова не вытянешь. Хотя такая потожная дама. Среди всех странных вещей, которыми кишит это дело мадам Луазо, таинственнее всего тот предмет, который называют головой Бафомета. Что вы о нем знаете? С давних пор об этой реликвии ходило столько слухов. За ней столько охотились, что в конце концов ее существование стало вызывать сомнения. Если эта вещь такая древняя, ей место в музее, не так ли? Слухи об этой реликвии множились на протяжении почти тысячи лет. Невероятная смесь исторических фактов и оккультных знаний. Я думаю, это часть незримой истории. Значит, голова Бафомета – реальный предмет. Это не метафора и не невидимая сила, верно? Да, месье Макферсон. Многие верят, что голова Бафомета существует. И это было одной из причин, приведших к падению Ордена Тамплиеров 18 марта 1314 года. Но откуда такой интерес? Учитывая всю вашу помощь, я вполне могу открыть вам истинную цель моего расследования. В любом случае, от вас не скроешь. Вы и так в курсе всего. Уайтри похитили эту вещь у Григуара Дальпена. Кража? Зачем у Айтам понадобилась голова Бафомета? Им заплатили за это дело. Как и мне. Все мы наемники. Воры, работавшие на кого-то еще. Их смерть – результат проклятия. Эта реликвия опасна. Вы говорите об этой вещи, как будто на ней лежит проклятие. Вы боитесь ее, мадам Луазо? Меня страшит то, что за этим скрывается миссия Макферсон. Этого вполне достаточно. И Дальпен распространил этот миф вокруг себя, окружив себя преданными единоверцами? Голова Бафомета принадлежала Григуару Дальпену на протяжении многих лет. Это символ его власти и влияния в братстве. И единственный смысл его жизни. Потеряв Бафомета, Дальпен потерял голову, если можно так выразиться. Порой вера в некую силу столь велика, что эта сила получает власть над самой жизнью верящего. О некоторых вещах лучше не распространяться. Особенно, если они попадают не в те руки. Теперь уходите. Вы и так уже знаете достаточно. Ну, я не могу сказать, что это была какая-то прям такая помощь, вот в плане, чтобы вот пройти дальше, да? Но информативно это был очень полезный разговор. Ладно, давайте между тем сходим в бестро. Может быть у нас готовы документы? Какое-то время уже прошло. Почему бы нет? И где руководитель этого заведения? Мак, я начинаю думать, что ты не можешь без меня обойтись. Я ничего у тебя не забыла? Бэби, мне нужно рекомендательное письмо. Оно готово? Держи, вот оно. Ага, прекрасно. А я их не поперепутаю там? Надеюсь, что нет. Ладно, братство, я иду. Ага. Так. Теперь надо только разобраться. У меня их одно или два, или сколько у меня их? Отдельное письмо для братства. Отдельное... А какое? Да, вот это. Я понял вас. Помещение ордена в вашем распоряжении. Окей, спасибо, родной. Я думал, ты будешь... До последнего мне мозги канифулить? Ну, все вроде неплохо. Так, а что тут? Какой-то клуб, да? Это как мужские клубы. Как это называлось-то в свое время там? Ну, как клуб Молчунов, например, или там как-то. Тем не менее. Пока это просто клуб. То есть, я не вижу ничего, что могло бы быть мне прям полезно. Может, там дальше? Ого! Уже интереснее. Так, я ничего тут не пропускаю. Вроде бы нет. Ну, если они такую штуку отгрохали посреди Парижа, то это круто. Довольно-таки. Ну, он меня пропустил. Это хорошо. Что я тут делаю? Это вопрос. Типа как, три управляющих, да? Старший, высший брат, там правая рука и привратник. Довольно много помещений, но какой-то пользы от этого всего я пока не наблюдаю. Какая-то серая книжка. Ну, ладно, сейчас походу разберемся. Так, на селажах ничего интересного. Какая-то витринка. О'кей. Еще какая-то книжка. Сейчас нахапаем книжки, потом посмотрим, что это все. Я так понимаю, это библиот... Твою мать. Библиотека Ордена или что-то такое? Книги на древнегреческом, на латыни и прочих языках, на которых больше никто не говорит, включая меня. Ну, это оккультная литература, да? Типа как бы... На столах больше ничего полезного? Нет, не похоже. Так, ладно, что за книжки? Книга тамплиеров. История тамплиеров. Книга посвящена важнейшим событиям истории Ордена Тамплиеров. Орден Тамплиеров или Орден Храма был основан в 1118 году в Иерусалиме. В январе 1128 года Орден получил благословение Папы Гонория IV. В следующие два века могущества и богатства Ордена непрерывно росли. 13 октября 1307 года тамплиеры были обвинены в ереси по приказу французского короля Филиппа Красивого. Начались массовые аресты рыцарей Ордена. Последний магистр тамплиеров, Жак де Моле, был сожжен на костре в Париже 18 марта 1314 года. И этот, собственно, последний магистр Жак де Моле, это его могила была, и с него типа началась вот эта цикличность перерождения. Видимо так. Так, ладно, что еще за книга? Влажа еще одна книга, да? Не понял. Что это вообще? Иллюстрированный труд по нумизматике, то есть это книжка по монетам, да? Окей. Ага. Ладно. Это, видимо, одни из тех монет, которые, собственно, трупом в рот заложили, да? Хорошо, пускай так, пускай так. А как мне почитать книжку по нумизматике? Потому что этот вопрос очень интересный. Смотрите, одна монета 13 века, вторая монета 13 века. Одну мы нашли в подвале, вторая у них здесь хранится. Еще бы не мешал как-то посмотреть монету на маятнике, но я почему-то склонен считать, что она тоже из этой же оперы. А вот книжка по нумизматике? Это, конечно, вопрос. Давайте попробуем. Может быть здесь такая же история, как с запиской от Софии? Ну, то есть, с финансовыми документами. Какая-то маленькая недоработка. Так, это письма. Ага. Зачем я фонарь с собой таскаю? Старинные монеты Особенно выделяется одна монета, датированная 13 веком. Это метная монета, на которой изображен колено преклонной святой. Происхождение монеты окутано тайной. Единственная зацепка, позволяющая остановить время, когда была очекательна монета, относится к буркундскому городку Кламси. В 13 веке городок был родовым владением графа Невера. В центре его находится монетный двор, на котором до сих пор красуется изображение колено преклонного святого. Как и монеты, датяные во рту жертв, столь лишь разницей, что те были золотыми. Ну да, это подтверждает то, что орден как-то с этим связан. Там плиеры, там, оккультики, все дела, да? В принципе, багаж неплохой. Но я по-прежнему не собираюсь идти пока в комиссариат. Меня скорее интересует... Если точнее, меня очень интересует... книжка. Все время путаю здесь направление. Сейчас спальня живет, да? Спальня. Мне нужен кабинет. Мне не очень помог орден, на самом деле. Ну, конечно, да, я собрал еще улик, доказательств. Но я не могу сказать, что мне это как-то сильно помогло. Просто я ожидал какой-то шифровки, которая поможет нам открыть книгу. Но шифровки мы никакой толком не нашли. Мы получили числа... 13-й век, как бы, да? Как вариант. Но я не думаю, что это правильно. А также я не уверен, что ГДА здесь работает как код. Здесь может сработать ДА. Не знаю, что это за символ. Но он очень похож на... На Н, наверное. ДАН. Как бы, если у нас здесь весь алфавит, то это очень похоже на Н. Как бы ДАН. А если взять по отдалению от Солнца, тогда это будет А, Д, Н. Получается. Ну, давай так попробуем. Пока это все как зебра. Вот так я сейчас, конечно, смахнул. А, Д, Н. Или наоборот. Н, А, Д, Н. Не понимаю. Вот это вот самая какая-то непонятная закатка, если честно. Но... Первый круг. Второй круг. Третий круг. Четвертый. Это на пятом круге. То есть как... Допустим, А соответствует единичке. Давайте здесь единичку поставим, а здесь единичку поставим. Хотя это бред. Д соответствует тройке. Ну, давайте тройку поставим. А, Н, типа пятерка, да? Да. И что? Что-то здесь не то сделал. Или здесь? Какой-то польский, что ли? А, Н, Н, К. Что здесь написано? Я не понимаю. Я понимаю, что мне надо открыть книгу. Как ее открыть? Вот здесь подсказка, да? Б, Е, Ф, Р. Внешних... Так. Семь. Семь планет. Меркурий, Венера, Земля. Бред какой-то, а? Так, ну что, дорогие мои. Ситуация с этой именно загадкой. Она... Не знаю, она бредовая. Судя по изображению, да? Мы можем посчитать, как планеты от Солнца, да? Так и планеты, которые это, собственно, планеты Солнечной системы. И они имеют какие-то свои числа, да? Что это за траектория и почему она связывает? Это вообще нелогично и непонятно. То есть... Я перебрал вагон комбинаций. Вагон комбинаций просто. Крутя этот диск, понятно, да, ADN, это точно буквы. Вопрос только в том, в каком порядке должны быть эти буквы. Мы их можем поставить как 3, 1, 5. Мы их можем поставить как 1, 3, 5. Мы их можем поставить как 5, 3, 1. Ну, в общем, любой из этих комбинаций. Барабаны эти, они вообще нелогичны. Они как бы... Как их можно соотнести? Как координатную прямую? Хорошо. XY, допустим, да? То есть, допустим, 1, 2, 3, 4, 5. 5 по X, да? И что-нибудь там, допустим, остаток 1, 2, 3. Это по Y, то есть 5, 3. Но, честно, я пошел, посмотрел прохождение на ютубе у другого человека. Сознаюсь, каюсь, виноват, сволочь, короче. Но я не понимаю эту загадку, потому что она не имеет какого-то решения толкового. То есть, я даже пытался вот эту вот коля-булю эту перевести, но это никакой, вообще никакой язык. Это что-то набор букв, кто-то ручку расписывал, короче. Вот, поэтому, оказывается, оказывается, все в этом месте довольно несложно. И мы с вами, как бы, так сказать, околоземно находились на правильном пути. Но вопрос в том, что логического смысла в этом нет. Правильная разгадка какая? Нижний барабан мы ставим как 5, 3, 1. Соответственно, кругу А соответствует 1, ну, то есть первый круг. Кругу Д соответствует третий круг. Кругу Н первый круг. Это да, это так. Но это нижний барабан. Почему это не левый барабан, допустим? Я не понимаю. А, на левом барабане мы ставим прочерки. То есть, если вы обратите внимание, хотя и на левом тоже есть прочерки, но это ладно, не важно. Парадокс заключается в том, что на левом барабане мы не должны выставлять вообще никаких координат. То есть, левый барабан мы делаем полностью пустым, а выставляем только вверх и вниз. То есть, здесь букву, здесь цифру. Как я должен это понять с вот этого круга, с вот этого изображения, я не совсем понимаю. Обычно линии читаются у нас слева направо. То есть, если проведена вот эта линия, да, то мы... Я бы логичнее сказал, что здесь правильная комбинация, это 3, 1, 5, да? Но эта же линия что-то должна означать какой-то этот... Если мы сделаем отсчет от Солнца, мы получаем 1, 3, 5. Почему мы делаем отсчет 5, 3, 1? Я не понял, почему мы приближаемся к Солнцу в своем отсчете, причем скачем с планеты, которая дальше, на планету, которая средняя, которая потом в центр идет. То есть... И это еще полбеды. Почему мы вообще не задействуем левый барабан? На кой ляд он вообще крутится в таком случае? Ну, ребят, я не знаю, как это можно решить без солюшки. Честно, я не смог, и извините меня, конечно, за это, пожалуйста. Вот. Но он не в силах был мне помешать присоединиться к тамплиерам. Но он не в силах был мне помешать присоединиться к тамплиерам. Я должен смыть с себя их плотский грех. Он и моя мать виновны в том, что душа моя, быть может, уже приговорена к адским мукам. Один лишь бальзам веры тамплиеров может снять с нее клеймо смертного греха. Октября девятого дня, в день святого Дионисия, я, наконец, напал на след головы. Благодарение святому Дионисию, с высот своего блаженства на меня взирающему, дабы помочь мне тело мое оставить. О, да, святой Дионисий улыбается мне, и голова дарует мне очищение. Господь да будет мне свидетелем. Я, Симон Лебель, всей год Божией милостью 1305-й, завтра, июня 24-го дня, войду в тело Пьера Лебеля де Кламси и верну себе именем Господнем по праву мне принадлежащее. В этом новом теле я пребуду очищенный от грехов души моей и от плотского греха моих родителей, и смерть отныне не будет для меня таинством. Наконец, голова Бафомета раскрыла мне все свои тайны. Победа! Я бы кричал со всех крыш об этом божественном чуде, если бы не все эти неверующие и не их костер. Я в новом теле, молодом и сильном, и на то была воля Божья. Как иначе могу я объяснить явление Аделины у моей постели? Благословен и проклят! Господь даровал мне новое тело, но Аделина, ангел мой, заботившийся об этом теле, отныне для меня запретна. Выходит так, что она дочь идиота Пьера, а значит, теперь моя собственная дочь. Я устал от такого существования. Чего ради жить целые столетия, если мне никогда больше не увидеть улыбки моей милой Аделины? Ах, Аделина, ты, кого я не смею любить, неужели я больше никогда не увижу твое прекрасное лицо? Я с радостью отдал бы эти века одиночества, чтобы увидеть твое лицо, твои глаза. Она вернулась. Она вновь пришла в этот мир. И так близко от меня. Она была сегодня у Кауфнера. Это точно была она. Наш замечательный доктор мне подтвердил. Это она. Да, и на этот раз она будет моей до конца моих дней. Да, мисс Блейк. Кажется, вы не все мне рассказали. Ладно, друзья, на этом моменте мы с вами остановимся. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, оставляйте ваши оценочки. И до новых серий. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!